Здравствуйте! Это программа «Постфактум» и я ее автор и ведущий Артем Кудинов. Итак, вот уже неделю в Алтайском крае новый губернатор, пусть пока и с приставкой временно исполняющей обязанности. Виктор Томенко еще недавно председатель правительства Красноярского края. Жители нашего региона постарше вспомнят, что когда-то, в советские еще времена, Алтай вполне себе достойно соревновался с Красноярским краем по показателям развития и уровню жизни. Сегодня, увы, времена изменились. Вот и приехал руководить Алтаем высокий чиновник из более успешного региона. Остается только надеяться, что опыт и профессионализм Виктора Петровича помогут Алтаю сделать рывок в своем развитии. Пока новый губернатор только входит в курс дела, знакомится с людьми и ситуацией в крае. Он не делает громких заявлений и не раздает авансы. Очень осторожен в оценках. В общем, никаких сенсаций, все тихо и спокойно. И это, на мой взгляд, правильно. Алтайский край во многих отношениях регион очень особенный. Со своим укладом и, если хотите, характером. А потому копившиеся в нем многие десятилетия проблемы решить с кондачка, с наскока просто не получится. Да и одной только региональной власти, будь она хоть семь пядей во лбу, без помощи Москвы и федерального правительства сделать это, думаю, никак не удастся. Взять хотя бы аграрную отрасль, главную для нашего края. Одним из первых распоряжений Томенко стало объявление чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за сложившихся на Алтае погодных условий. Видимо, в том числе и в расчете на федеральную поддержку. Сегодня перед новым руководителем нашего края объективно стоят три самые главные задачи. Первая – обеспечить текущее управление регионом. Вторая – готовиться к губернаторским выборам, которые состоятся 9 сентября. Наконец, третья – разрабатывать программу развития Алтайского края на ближайшие годы. Этого ждут от нового губернатора жители, промышленники, аграрии, бизнес, общественники и политики. Кстати, о местных бизнесменах и политиках. Многие из них чуть ли не в один голос поспешили заявить о назревших переменах в краевой власти и необходимости диалога краевого руководства с предпринимателями и политиками. Диалог такой спору нет необходим. И власть должна меняться, конечно. Но было бы неплохо меняться и нашему бизнесу, по большей части работающему в тени и не слишком патриотичному и социально ответственному. Меняться надо и нашим местным политикам, погрязшим в политической коррупции и внутрипартийных дрязгах. А потом уж и выдвигать какие-то условия и требования власти. Вот тогда и будет толк. Как бы то ни было, будем внимательно следить за шагами Виктора Томенко в качестве главы Алтайского края. Это была программа «Постфактум» и я, Артем Кудинов. И теперь-то уж точно каждая новая неделя будет давать новую пищу для размышлений. До встречи!